Как говорят дети, в Костка мы получили вот такой йогурт. Начинаем наш эксперимент. Антон просто убивает йогурт со страшной силой. Здесь амэндамсы, кусают амэндамсы. МНДМС МОТБАЛИЗМЫ! Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Значит, сразу мы попробуем два десерта. Карамельный и термин. Но это похоже, например, тоже если батон положить и размочить в карамели или в молоке. Отличный вывод. Эксперт один стакан, эксперт второй стакан. 280 калорий. Офигеть, как много. Это вы любите. Всем привет, вы на канале My Life. New Life It's My Life. Почти угадали. Наша жизнь в Америке. New Life It's My Life. Отлично. Вот и сегодня у нас будет вот такой продуктово, пробочно-распробовочный влог. Да, можно использовать, но еще рано. Значит, мы сегодня будем пробовать два десерта. Мы будем пробовать сегодня какие-то ммдмсы, два вида. Мы будем пробовать йогурт, витамины такие вот детские. Да, и покажем вам еще взрослые витамины. Вот. Ну что, давайте смотреть. Значит, сразу мы попробуем два десерта. Это вот такой карамельный и это вот такой вот тирамису. Сейчас, зайка, подожди, я все покажу. Так, значит, что у нас по карамельному десерту? Давайте глянем на него Nutrition Fact. Вот так вот крупным планчиком. 280 калорий, офигеть, как много. Да, в одном стаканчике. 22 грамма сахара тоже немало. Зато в нем 30 миллиграмм кальция, что тоже хорошо. В нем нет ГМО, в нем нет каких-то арти... короче, специальных флэйворов и в нем нету чего подкрасителей. Это тоже хорошо. Так, ингредиенты. Вы уж тут, кому интересно, вот так вот почитайте и то, что входит в состав. Так, посмотрели. Так, ну и вот, значит, это карамельный. Что у него еще? Какие значки? Никаких значков особенных у него нету. Шесть стаканчиков. Так, и еще у нас есть тирамису. Давайте посмотрим, что у нас представляет тирамису. Тирамису стаканчики значительно больше, как вы видите. Так, сейчас мы вот так вот поставим. А, ну потом поставим, когда открытый будет. Ну, порция там значительно больше, да. Так, и что у нас по фактам? Нутришен факт. Его больше, но калорий меньше. Забавно. В этом, значит, 280 калорий в маленьком стаканчике в карамельном, а в тирамису 250. Так, что у нас по сахару самое главное? Сахара в нем меньше, это хорошо. В нем есть кальций, тоже хорошо. Что в нем еще есть? А что у нас по нутришим фактам? Ничего не лего. Нутришим факт и состав почему-то нам не предлагают. А, вот ингредиенты. Извините, я без очков не рассмотрел. Значит так, вот его ингредиенты. Ну, вот как-то так. И все. Продукты так. Ну, давайте откроем и посмотрим. Так, открываем. Батаринка, убирай картонку. Так, эксперт один стакан, эксперт второй стакан. А я буду у вас пробоваться. И открываем этот. Батаринка картонку. Так, и по такому стаканчику. Так, я смотрю, Антоша решил украситься МН Дэмсом. Антон. Ну что, бери ложку, пробую, рассказывай, на что похоже и какой тебе больше нравится. Берите сразу, вот второй тоже распаковываете. Вкусно? Ну, Антоша балуется, он ест МН Дэмс. Давай ты съешь, потом попробуй и расскажи нам, как это было. Я пойду больше один. И слазьте, да, в глубину там есть еще какая-то вкусненькая наливочка, подливочка. На что похоже? Хороший вкус. Как на увозе или как вкусно? Это как булка, только больше мягкая. Очень свежая булка. Ручку убери, а то тебя не видно. Булка только больше... Ручку убери вообще от лица. Булка только больше мягкая и... Антоша, мы уже сюда пришли не свой животик набивать, а просто пробую снять, рассказать, а потом может хоть лопнуть. Сейчас, подожди. Короче, Катаринка решает, что это вкусная мягкая булка. И как я понял, они взяли и... Шоколад? Да, и... Какао? Какао, и потом посыпаю. А на дне? На самое дно залезть. А я кушаю. Давай, давай, давай. На самом дне вот это вот коричневое. Нет, ты не долезла до дна. Это мы сейчас пробуем тирамису. Карамел? Карамел? Нет. Кофе. Оно более шоколадное такое, да? Мне нравится сверху только. Ну а как тебе вообще, Антоша, как ты находишь, как это, на что похоже? Первое, что Катарина сказала, что оно как хлеб. Как хлеб? Ну, более новый хлеб. Более свежий. Потом там фростинг. Фростинг? Ну, это что значит? Ну, знаешь, как на торты добавляют. Что я кушаю, а не то это. Да. Сливки? Да. Взбитые сливки? Ну, с сахаром. Снизу с кофе. Такое, ну, не так, потому что оно кофе мне так сильно. Очень кофейное. Это пока для вас как бы взрослый вкус, да? Так, ну а теперь давайте сравним вот со стороны. Спаси, тебе надо попробовать. А я, давай, я потом попробую после вас. Вы сейчас сравните вот с этим. Значит, второе мы пробуем. Вот такие вот маленькие стаканчики. Кстати, да, вот давайте, посмотрите, как они выглядят. Я уже скушала. Один стаканчик гораздо меньше второго. Потом из них можно пить. В большом стаканчике было тирамису, а в маленьком стаканчике это карамельный, что карамельный десерт? Я просто говорю, это же Эрли. Что это? Это же Эрли. Это что значит? В Италии созданы. А, в Италии? Да. Ну, давайте, пробуйте и рассказывайте. Хотя, что я скажу. Сначала похоже на камни. На камни? Давай покажем. Там насыпано какие-то, наверное, кусочки ореха. Попробуй, что это сверху? Шоколад и насыпанный шоколад. Шоколад кусочками, да? Угу. Поехали дальше. На второй слой. Второй слой. Перевожу. Ты ручку от лица убери. А то тебя плохо слышно и плохо видно. Я думаю, как похоже сверху на дугому. Взбитые сливки. Только чуть-чуть все. Не мягкое. Более твердое. Да. На самом последнем ловле есть карамель. Карамель. Угу. Карамель. Угу. 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 Он очень сладкий. Очень сладкий. Сладче, чем первый? Да. Ну, там, конечно же, кофе. А, карамель очень сладкая, да? Угу. Может, его надо перемешивать, когда кушаешь? Нет, честно, карамель так сильно не нравится. Угу. С попкорном нормально, но вот если просто так карамель... А, карамель, который... Попкорн, который в карамели, такой желтенький, хрустящий. А просто карамель таким сладким, я думаю, не хочу. Ну, я думаю, если может ее молоком запивать или кофе. Это, конечно, всего кофе. Это... Нет, я имею в виду, если кушать вот этот десерт и запивать либо один, либо второй молочком или кофе, тогда, может, не так сладко будет. Вот это как бы... Что? Я не знаю, как это назвать. Это карамель? Нет, вот это. Более... Что, над карамелью? Катаринка сомневается вот в этом слое. Я знаю, я что-то так кушала. А над ней что-то такое более рыхлое. Да, я попробую. И вот эти камушки, которые вы видите, они, знаете, оно добавляет вкус к карамели. Ну, если вы хотите, можете их попробовать. Но это похоже, например, тоже, если батон или хлебушек положить и размочить в карамели или в молоке, то вот он будет такой по консистенции, очень мягкий-мягкий. И чуть-чуть... Ну, какой вам больше понравился? Держи. Вот, по вкусу. Скорее всего, вот этот кофейницкий. Ну, вот кофейницкий. С кофе который. А то, сколько будет кофе. Ну, конечно, мне кофе снизу не нравится и карамель. Они мне твое нравится, но я чувствую, что не этот больше. Короче, в принципе, ты готов кушать оба до нижнего слоя. Ну, да. Скусал всем. Потому что мне карамель так становится. Мне вот этот нравится. Тебе больше карамельный понравился, да? Это мой любитель. Отличный вывод. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Отличный. Поэтому каждый выбирает то, что ему нравится. Но вот мы вам показывали тот вариант, который мы выставили на улицу. Он нам не понравился вообще никому. Какой-то новый сегодня десерт был. Поэтому мы его купили попробовать. Блин, 90 калорий всего. Надо есть. А в том 280. Прикинь, таких можно 3 стакана съесть. Поэтому их и 8. А, фиг вам. 230 калорий. Это я не туда посмотрел. Не разгуляешься. С виду очень похоже на ванильную свечку, которая продается во многих магазинах. Она вот так и выглядит. Ну, в общем, выглядит вообще помпезно-помпезно. Ну, сто пудов свечка. Вот вставить в фитилек, чем пахнет? Ванилькой пахнет? Немножко. Значит, оно более такое упругое, чем консистенции. И я должен есть или ты попробуй? Ну, давай ты. Оно разное. Подожди, сверху одно, там другое. А. Вкусно? А там жидкость внутри какая-то? Пока не могу сказать. То, что ты мне дала съесть, это было похоже на вареное яйцо сладкого вкуса. Там вот какая-то жидкость внутри. Ем. Ну, давай попробуем. Так, это карамель тоже, наверное? Да, мне с жидкостью. Может, это карамель растаяла? Я думаю, что это... Ну, как оно? Ну, так себе, да? Ну, в общем, ешь. Мне то больше понравилось. Надо будет детям предложить, пока они не знают. А что на низу покажи? Давай я попробую снизу еще. Так я же тебе дала вот уже... Нет, ты мне дай коричневую. Так вот, это оно и есть. Ну, че? Нет. Оно по внешнему виду, оно похоже... Ну, на желток похоже какой-то вот вареный. Или такой вот, знаете, вот когда яйцо не дожаришь. Оно такое вот. Ну, знаешь, что-то я пробовать не хочу. Нет, ты попробуй. Да, я не буду. Ну, да, еще вот съем без жидкости. Ну, как оно? Акеру промахнулся. Я не думаю, что оно мне понравится больше, чем предыдущий продукт. Сто пудов я его второй раз не куплю. Конечно, каждый может попробовать, но я его не могу рекомендовать. Если первый продукт я буду очень рекомендовать... А может, я сделаю как Саша, когда ему что-то не нравится, он идет, то делает маму так. Я это не хочу есть. Блин, 8 банок. Кто-то должен съесть. Ну, вот такая вот веселая была распаковка. В общем, видите, не все... Пошли соседей угости. Скажем, у нас праздник и мы у нас всей души, да? В общем, видите, все надо пробовать. Да. И хорошо, когда кто-то попробовал и сказал, что вот это вот... Мне хорошо, когда кто-то попробовал и будет это есть. Нам это деньги. Ну, съедим. Мне кажется, это надо охладить, кстати. Вот. Если это охладить, то оно пойдет лучше. Что бы еще тебе сказать? Короче, мы когда остудим, попробуем, я вам расскажу. Но в теплом виде... Это шаргрейский. Галимофон какой-то. Вот. Поэтому берите лучше предыдущий. Это было сладко, но это было так себе. Он нам не понравился вообще никому. Мы его и охлаждали, и прохлаждали, и теплым кушали. Я думаю, кто-то его завзял. Его забрали, кто-то и скушал, конечно, потому что он был запечатанный. И потом опять решил положить обратно. Потом еще один пришел, положил домой. Потом опять положили. Потом еще один пришел, забрал домой. Потом он опять покушал, потом положил домой. Мозовы, как есть камни. Он так наседа пройдет. А то он шумался. Так, ну что, сейчас мы еще хотим посмотреть на витамины и на... Давай сначала на МНДМС и потом это положить. МНДМС? МНДМС мы, наверное, положим в йогурт. Давайте глянем. Давайте посмотрим йогурт. Так, значит, как говорят дети, в Костка мы получили вот такой йогурт. Не купили, а получили. Это у детей. Что ты имеешь? Ну, вы говорите. Не купили, а получили, да? Где мы это получили, говорят дети. В общем, вот такой йогурт мы получили. Так, значит, здесь 24 банки. Вот, нашел то, что хочу вам показать. Значит, что у нас здесь? Вот, что у нас здесь есть по нутришим фактам. 150 калорий в стаканчике. Так. В нем есть витамина А, Д, С. А, вернее, кальций. Так. В общем, много всяких других контентов. И вот, наверное, ингредиенты. Для каждого вкуса я вижу свои ингредиенты. Так. Так. В общем, три раза. Три вкуса по восемь баночек. Ну, давайте смотреть, что там у нас внутри. Пытаемся сейчас распаковать. Я уже помню. Кто какой хочет пробовать? Страбелый. Кубничный? Нет, мы сделаем не так. Сейчас у детей будут закрыты глаза. Папа, нет, спасибо. Да, за недумание дать пить. Я буду давать пробовать им по одной ложечке, и они будут говорить, какой это вкус. Отличная идея. Вот, я достал три йогурта. Клубничный. Персиковый. Персиковый. Отсвечивает почему-то все время. И блюбери. То есть, можно сказать, черничный, можно сказать, с голубикой. Сейчас я их болтаю. Дети закрывают глаза. Я даю им пробовать, и они определяют на вкус. Посмотрим, как они определят. Я думаю, я все получил правильно. Кто получит правильное, тот получит какой-нибудь суперприз. Так, в общем, йогурты открыты. Вы даже по цвету можете видеть, что я кому сейчас буду давать. И начинаем наш эксперимент. Так, первый, Катарина. Открывай ротик. Не бойся. Стравбери. Полный фейл. Минус один, запоминай. Минус. Минус. Это стравбери. Стравбери. Давай еще раз попробуем. Соберись. Аккуратно. Сейчас. Внимательно. Тихонько так подержи в ротике. Покрути, помути. Подумай. Не закрывайся, то тебя не видно. Ну, думай. Я сейчас даю Антоше пробовать. Пить. Там было три вкуса. Клубника, персик. Давай, Антоша, открывай ротик. И черника. Это 100% питч. Да, это питч. Все. У тебя питч? Да, у меня питч. Так. О, ну хорошая. Можно еще? Красавчик. Ну, я хочу сказать, что по йогурту больше специалист может быть Антоша, потому что он, Катаринка, йогурты недавно кушать начал. Катаринка, открывай ротик. Закрывай. Я не знаю. Открывай. Это страубери. У тебя прошлый был страубери, и этот страубери. Нет, я каюду. Давай, соберись, Катаринка. Давай, открывай рот. Антон, открывай рот. Осторожно, у тебя на руке, ты что не чувствуешь? У меня есть соис. Да, можно. Это страубери. Давай. Мой первый был питч. Твой первый был питч? Так, Антоша. Я думаю, это страубери. Думаешь, это страубери, да? Нет, на пену почву не помню. Окей, вот этот блубери. Так, а у тебя, Катаринка, какой? Открывай рот. Типа три на три. Я думаю, три на три. Не прячься в доме. Мы тебя видим. Как ты думаешь, какой это? Окей. Я думаю, первое, самое первое, это пить. Ну, давай, я тебе еще раз дам. Даю тебе вот такой. Открывай ротик. Так. Антоше даю вот такой. У кого какой? Хорошо, думайте. Даю вам другой. Нет, я думаю, это страубери. Так, даю вот такой. Открывай вот такой вот даю. Открывай, Катаринка, ротик. Так. Даю вот такой. И даю. А ты бренды не смешаешь? Нет, вот этот пить. И даю вот такой. Давай, Антоша. Так. Я не знаю, что оно это. И Катаринка. Я конфьюзда. Конфьюз? А ты, Анври, ты не смешаешь? Это никакой тейст. А ты смешаешь? Ну, открывайте глаза. А ты смешал? Короче, победила команда синей майки. 3-0. Сегодня, Катарина, ты не выиграла. Я не понимаю. А ты смешал? На последний ты смешал, да? Нет, я вам давал последний раз всем одинаковые. В общем, Антоша определил четко. Все. Абсолютно все угадал. Но ты, зайка, не угадал. Никакие. Никакие. А где нам можно такие делать? На своем деле. В общем, я хочу пояснить, так сказать, прояснить ситуацию, почему в этом, так сказать, челлендже у нас чемпион оказался Антон. Я начала кушать йогурт в... В этом году. Этот йогурт. Буквально, может быть, Катаринка йогурт и кушает. Я только струбик. Эккан, смотри, ты кушаешь диамус. Я кушаю все йогурт. Катаринка ест йогурт совсем мало. Может, буквально 2-3 месяца. И в основном только клубничное она кушает. И она просто пока не специалист по вкусу. А Антоша йогурт и кушает у нас прямо начиная с Белоруссии. Он еще там их начал трескать. И, в общем, как вы видите, он угадал все три вкуса четко. Ну, ничего. Мне вот этот, скорее всего, больше всего нравится. Больше всего персиковый. Больше всего персиковый. Возьми, Катаринка, попробуй. Вот, смотри, вот клубничный. Вот черничный. Пробуй. Я чувствую, как будто ты на последнем смешал. Ну, попробуй. Не, не, не смешал. Попробуй вот эти два. Ты мне давал. Все давал, зайка? И черничку попробуй. Пожди. Понял? На последний раз. Я тебе последний даже дал с ягодкой, с маленькой, чтобы ты поняла. Они все имеют ягодки. Типа я старался по ягодкам. Все с кусочками, да? Ну, этот йогурт очень вкусный. Вот эти они. А у меня ягодки похожие они. Да? Ну, какой тебе больше нравится, Катарина? Стравбери. Стравбери. А вот этот ты пробовала? Попробуй. А персиковый? Попробуй, Антоша. Ну, попробуй у него. Антоша, дай попробовать, Катарине. Бери, бери, там с кусочком персика очень вкусный. Нет. Нет? Клубничный. А вообще, Антоша, у тебя какой самый любимый? Не был вот этот. Не из этих вообще в жизни. Вкус? Йогурта. Ва? Ванильный. Ванильный. И что интересно, что ванильный йогурт дороже всех других йогуртов и не всегда бывает в магазинах. И в Сэмс Клабе он не продается. В Костках, зай, в больших банках йогурт вообще не продается в Костках. Он продается в двухпаундовых таких, но без вкуса. Вот, а такие вот по паунду, вернее, в пяти или трехпаундовых, большие, как сметана, сколько там? Три паунда, да? Наверное, я точно не знаю. Да, в Костках йогурт по три паунда. А вот это вот клубничный мы берем два паунда. Да? Стакан, зай. В Сэмс Клабе. В Сэмс Клабе. В Костках, как он кушает. Да, на два паунда, и в Костках таких нету. В Сэмс Клабе только клубничный. А вот если хочешь ванильный, то надо идти либо в Walmart, либо Smart and Final, либо там, я не знаю, Target, либо какой-то другой магазин. В Костках, как он кушает. Он просто убивает йогурты со страшной силой. Так, ну еще сегодня у нас есть, пока дети лопают йогурты. Я помогу отказать, что означает. Это translation, я помогу это все слушать. Мы купили вот две такие банки МНДМСов. Можно я что-то скажу? Давай. Здесь МНДМСы кушают МНДМСы. МНДМС съедает сам себя. Это, это... А то, как поешь кому каннибализм? Каннибализм, так и будет каннибализм. Это не каннибализм. Это МНДМС. МНДМС-болизм. Нет, МНДМС. Если он кушал костный, это было бы уже очень плохо, то он кушает его... Сам себя. Да. Он кушает его йогурты. Ну, в общем, МНДМСы мы пробовать рассказывать не будем, они все вкусные. Я просто покажу вам вот nutrition fact. Вы можете сравнить с теми МНДМСами, которые продаются у вас. Что входит в состав. Вот это был ореховый. И вот это вот такой вот... Тот, который шоколадный. И что в него входит. Я рекомендую кушать МНДМС с йогуртом. МНДМС с йогуртом? Мы, кстати, пойдем когда в йогуртленд. Пойдем в рома папа. Вы покажете, как можно сделать МНДМС. Йогуртленд? Вернее, МНДМС этот йогурт с чем-то. Ну, йогуртленд, помнишь, мы ходим? Я забываю. Там, где мороженый йогурт. Сейчас я еще хочу вам показать вот такие вот витаминки. Центрум и детские вот такие витаминки, которые мы сегодня купили в Костка. Давайте посмотрим. Со взрослых. Это вот такие. Центрум витаминки. 325 таблеточек здесь есть. Это мультивитамины. Папа, почему нам нос? Я могу попытаться. Нет, я, наверное, не смогу вам. Ну, вот почему. Наверное, вот так. Так, могу показать, какие здесь витамины. А вы можете сравнить с тем центрумом, который продается, ну, например, в Беларуси, там, откуда мы приехали. Или в России. Вы можете посмотреть. Ну, извините за резкость, потому что, вернее, резкость не очень, видимо, из-за того, что банка круглая, никак не наводится. Так, и вот такие вот детские гуми-витаминчики. Их здесь 300 штук. Что тут про них-то написано, где чего. Номер один среди гуми-витаминов. Так, вот каких они будут вкусов. Не добавляли сюда никаких подсластителей. Нету никакой синтетики. Нет сиропа, нет глютена и молока. Так. И, в общем, вот какие они витамины содержат. Так, и что у нас здесь? Давайте глянем. Ну, наверное, такая же беда. Банка круглая. И отсвечивает. Что-то можно посмотреть. Можете сравнить, есть ли у вас такие, я думаю. Сейчас отойду. Вот. Ну, давайте откроем их. В общем, на банке нарисовано, какие есть вкусы. Типа вишневые, апельсиновые, влюбери, страубери и ананас. Я порылся в банке. И я вот не знаю, это они в принципе такие бывают. Или в одну банку попадают, или нет. Но вот здесь вообще мишка держит три вида. Скорее всего, наверное, бывают разные банки с разными вкусами. Потому что я потрес хорошенько банку. Нашел вот три таких мишки. Катаринка, давай их дели пополам. Три мишки мы их сейчас разделим пополам. И каждый определит вкус. Я опять же дам каждому. А ты, может, по одному разрезай. От головы. Разрежь их пополам. Я буду детям давать, и они будут определять. Так, первый пошел. Осторожно. Аппаратуру. Так. Давай, два. Катаринка, ты не хочешь, но голову хорошо отправить. Что-то нечего не почувствовать. А мы такие пробовали? Нет, 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 Катаринка, так не надо. Нет, нет. Просто вот так пили его, вот так режь. Положи, надави и режь. Да. Нет, зайка, не так. Держи мишку. Не бойся, возьми его руками. Возьми руками, не бойся. Так, вот так вот. Раз. И вот так вот. Окей, окей, я понял. Попробуй с другим. Антоша, прекрати точить Мандемс. Зарезала? Отлично. Закрываем глаза. Я вам даю кусочки, и вы определяете вкус. Мы даже не знаем, какая они самые длительные. Так, конечно, не знаем, Затю. Давайте глазки закрываем. Ага, подожди. Ты рот очисти от Мандемса, шоколадный человек. А то ты никогда не остался. Я расскажу, что мой патч будет хорошо. Давай. Так. Тебе. Тебе. Разжевывайте, рассасывайте, определяйте и дайте мне у кого какой вкус. Минус два. И один Мандемса. Так, вы можете открыть глаза и сказать мне, что вы чувствуете. Я чувствую, что это оранж. А ты какое чувствуешь? Я тоже думала оранж. Оранж? Ну, оранж. Так, давайте дам следующий. Это оранж. Первое решение самое правильное. Так, Катаринка. Закрывайте глазки. Ха-ха-ха. Очень. А, у меня получилось. Так, давай. Антоша. Первый пошел. Катаринка. Второй пошел. Жуйте, открывайте глаза. Пайнаппл. По-русски? Англаз. Красавчик. Но это не значит, что ты правильно понял. Я говорю красавчик, потому что знаешь. Катаринка, можешь открыть глазки? Какой вкус ты находишь? Помой, парень. Пайнаппл. Сейчас я даду. Не знаю. Не знаешь? Антоша, куда ты побыл? Я поймала, я нахлечел. Хочешь. Ну, давайте еще один попробуем, и тогда ты решишь, может проще. Да. Давай, закрывай глазки. Ам. Ам. Открывайте глазки. Ну, давайте, какой был третий вкус? Так мы здоровы. Так мы здоровы. Второе, глупо. Я сейчас скажу, пробуйте. А то, как я тебе скажу, подскажу. Ну, не томите. Давай. Антоша, твое, так сказать, резюме. Черри или штробель. Отлично. В общем... Продолжение следует... Продолжение следует... Хороший вкус. Я говорю панапол и... Я думаю, вот этот... Твой был чек. Ну, вы знаете, я скажу, задание достаточно серьезное и сложное. А, кстати, я вот нашел, наверное, третий вкус. Вернее, четвертый. Сейчас его покушаем. Это холодно. Так, а мы второй попробуем? Окей, я думаю, мы в твоей. Бери, не бойся. Окей, подожди. Вы знаете, я скажу, задание очень сложное. Если бы мне дали... Твой попробуем. То я бы не разобрался. А, давай попробуем. А я их и так ем. Лучше всех не попробовать. И мало понимаю. Даже самотезы на них я не понимаю. Это панапол, оранж. Надо посмотреть через них несколько. Во-первых, что я хочу сказать, что они очень резиновые. А чтобы его прожевать, надо постараться. А учитывая, что у Антоши брейсисы, так у него вообще проблемы. В общем... Я просто отменьшаю траву, ложу сюда и просто глотаю. Я точно так же. Их даже сжевать как хлеб очень тяжело. Они очень-очень резиновые. Это первое. Второе, что по вкусам, я думал, что Антоша все угадал правильно, а Катаринка не угадала. Я уверен. На последнем я уверен, что это было все. Я думал, что первые угадали дети правильно, потом Антоша правильно, а Катарина неправильно. Но сейчас, когда я съел три вкуса, то я честно скажу, что они очень мало имеют общего с ананасом, апельсином и тем более вишней. Да, очень тонкий вкус. Поэтому, если Антоша угадал правильно, то он может быть дегустатором. Иди, Антоши, выходи из нашего дома. Ну, я честно говорю, что я, в общем, съел три и очень далек от того, что какой-то вкус более ярко выражен. Ну, их по две, по три можно скучать, за это не проблема. Поэтому победила дружба. Вот, и еще мы попробуем сегодня вот такие. Замечательная клубника. Моя. Давай, Катаринка, ты ее разрежешь сейчас. Да, как разрежешь? У меня маленькая часть. Так, вот такая вот клубничка. Антоша, ты съешь целую половину. Ей. И вот такой вот замечательный арбуз. Это мы тоже сегодня покупали все в Костка. О, смотрите. Ну, вот смотрите, какая клубничка. Да, я покажу ее, Зайка. Это ее с майном. Она вот такая вот внутри. Она пахнет очень хорошо. Очень. Вот как будто ее на огороде нарвали. Она тверденькая такая, достаточно плотная. Очень плотная, я бы сказал даже. Ну, пробуем. И говорим, как вам понравилось. Она не такая плохая. Она не такая плохая. Она боялся. Ну, я не могу, если кушать, потому что не нравится. А ты можешь ее кусать, Наша? Я могу, но мне помочь. А, больно? Тогда бери нож и режь на кусочки. Ну, в общем, если по йогурту сидит специалист в синей майке, то по клубнике сидит специалист в желтой майке. А Антоша специалист у нас по голубике. Он больше любит голубику, да, Антоша? О, да. Самый лучший. Да. Вот, ну еще давайте вот такой вот вам покажу арбуз. Где чертальника решила? Мне не понравилось. В общем, вот он. Вот такой вот замечательный. Он уже резанный. Максимум, что в нем из косточек, это вот иногда вот такие беленькие, маленькие вот попадаются, включения. Вот. А так он без косточек. Очень сладкий. Очень сочный. И, в общем, арбуз у нас уходит... Очень бросил. Один за два дня. Мы режем его пополам. Половинку разбираем вот такими кусочками. Режем он у нас стоит на столе, и все его лопают. Время за время. Вот. И, когда на полвремя за время. И, если в прошлом году дети арбуз не ели, то в этом году они его трускают по полной программе. Ну, вот вроде и все, что мы хотели вам показать. Вот такой вот... Мне больше понравилось. Клубника больше всего понравилась. Целая миска стоит вперед. А тебе? Йогурт. В общем, из того, что попробовали, не считая Мендемса, у тебя победил йогурт, а у тебя победила клубника. Ну, йогурт, какой строберри и строберри. Ну, все. Это был продуктово-пробовочный, распробовочный, тестировочный и челлендж-влог. Нормально не больше таких челлендж-влог. На канале... Ну, конечно, я бы все время выиграл, типа, мне не завтра, Ага. Я шучу. Катаринка, подвигайся сюда. Да, попова вкусит танджерин. Опа. Ну, давайте будем устраивать соревнования тогда в следующий раз. Надо Атону дать танджерин. Ну, я же, конечно, профессиональный. Да, Катаринка, кстати, у нас специалист по мандаринам и танджеринам, а Антоша... Ну, надо их больше вкусить. А Антоша их не любит. Они я забыл. И в этом году у нас дети начали кушать бананы. А в прошлом было еще не заставить. Ага. Все. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Лайк обязательно для того, чтобы мы видели, что вам это видео понравилось, чтобы мы знали, стоит нам делать новое или просто все съесть. Не пробовать и не рассказывать. Вы были на канале Наша жизнь в Америке. До встречи в интернете. Увидимся в новом видео. Бай-бай. До встречи в Америке. Субтитры сделал DimaTorzok